Например, по кровотоку. Сколько часто надо прогревать свои органы живота? Три раза в день. 24 часа в сутки, где-то запишите. Ну, я условно говорю. Органам живота, прижигания, прогревания, так хоть круглосуточно делайте, им только будет хорошо. Единственное, особенно в начале, вы должны понимать, когда вы прогреваете органы живота, пищеварение происходит лучше. И вы просто ели, как ели, но поправляться будете быстрее. Не надо. Ну, вот здесь, чтобы... Да. На голодный желудок лучше. Чтобы эти органы... На голодный желудок, например, выгоднее делать массаж живота, потому что и опорожнение происходит, и кровообращение наступает там лучше. То есть орган как бы... Для здоровья органа, вообще любого внутреннего органа, самое главное, вот я бы сказал, это опорожнение даже, главнее, чем кровоток. Сколько времени эти органы проведут без пищи, без застоя, вот это их время для их здоровья. А у нас же все наше время, которое мы посвящаем своему животу, проходит возле холодильника и печки. Да? Как задором смеялся. Год работаем, день готовим, за ночь все съедаем. Потом к врачу. Обострение. Это о диабете. Немножко я как бы вот... Объяснил почему, потому что... Без чего диабетики плохо выздоравливают? Без прижигания. Плохо выздоравливают. И без воздействия на подживочную железу. Плохо выздоравливают. Откуда сразу начинает выздоровление? Когда они просто, например, спят на турмайном ковре. И восстанавливается вот то, что происходит в головном мозге. Об этом будем говорить позже. Немножко. Легче всего. Лег на турмайном ковре спать, и уже у всех диабетиков сразу сахар снижается. О первой форме диабета хочу сказать отдельно. Если вторую форму диабета, это диабет, который возникает в более старшем возрасте, с этой формой вообще у нас все просто. Люди берут и выздоравливают. Всегда. Кто захотел, или выздоровел, или вообще пришел к идеальным цифрам, и остался там на минимальной дозе каких-то сахароснижающих препаратов. Но сахар крови нормализуют все. При первом типе диабета, который врожденный, генетически обусловленный, я не видел ни одного случая полного выздоровления. Потому что он все-таки связан с генами, с дефектом. Но все те, кто страдают диабетом первого типа, более тяжелым, более серьезным, угрожающим, абсолютно все добиваются. Первое. Снижение уровня сахара в крови, или до почечного порога, или вообще до нормы. Второе, что добиваются? Снижение инсулинотерапии. Где-то в среднем на треть, или на две трети. То есть, грубо говоря, получали 60 единиц снижают, или на 20, или даже на 40. В течение того, как начинают заниматься реабилитацией. Что тоже существенно. И избегают всех осложнений диабета. Это факт. То есть, уже даже осложнения диабета, которые есть, их можно вернуть в пять. При помощи такого оздоровления. Это короткое диабете. Интересно? Интересно. Слушайте, это не то слово интересно. Я так вот что-то додумал. И думаю, именно на Украине быстрее всего это получится. Что все-таки вот такое оздоровление при диабете, с помощью МГБС. Ну, по идее, вот когда-то надойдет до слуха государственных чиновников, из этого сделают государственную программу. Ну, чуйка моя подсказывает. Потому что диабет, это социальная проблема. Это даже не одного человека проблема. Это социальная проблема. Детей. Вы знаете, сколько детей болит диабетом? И уже сегодня, например, ну, что такое для ребенка ковер такой приобрести? Да это при тех затратах, что родители несут. Вот этот ковер, при том всем, что он потом даст. Да это такая бухгалтерия явная. Ну, просто даже не знаю. А если представить только, что ребенок, например, в 10 лет. Вот мы специально в самом начале, когда я начинал, ну, как бы, вот, еще только начинал заниматься конкретными случаями, девочке 12 лет, тяжеленный диабет. Сразу реанимацию, ну, не знали, что диабет. Кома, реанимация. Мы потом ею занимались. Ну, мы с ней все, что хотели, вытворяли в салоне. Так вот она. Родители позволили. Мы добились вот таких результатов сумасшедших. И я думаю, 12 лет, у ребенка диабет. Ему жить-то еще, ни много ни мало. Лет 70, хотя бы. 70 лет, это сколько она денег, нервов потратит на эту проблему. Ну, она бы не даже была. Скажите, пожалуйста, а если не ходить в Нугобест, потом обратно он может вернуться? Хороший вопрос задаете. Вопрос называется, а не могу ли я привыкнуть к Нугобест? Нет. Я привык. Это первый вопрос. Мы ходим в Нугобест и любим ходить. Ну, а вдруг потом он не вернется? Я немножко начал на этот вопрос отвечать. В Нугобест болезнями мы не занимаемся. Мы не лечим болезни. Вот когда я говорю даже о диабете, люди выздоравливают от диабета даже не задаваясь целью. Просто оздоравливаются. Быть здоровым, это всегда хорошо. Вот если я научился быть здоровым, какой смысл мне это бросать? Ну, дома ж у нас нету, а вдруг салон закроет? Да не закроет салон. Это уже вопрос на самом деле. Закроешь салон? Нет, будем закрывать одному вам. Свидетельство несут и несут. Складывают, складывают. Я отвлеклась. Задайте еще раз вопрос. Что за крытка салона? Вопрос какой смотри. Я повторю вопрос. Вот они ходят, оздоравливаются, им становится хорошо. А вдруг салон закроют? Плохо потом не станет? Сахар не вернется? Сахар не вернется 100%? Ломок не будет. Мне аж стыдно за вас. Но КПС включает кого внутри нас? Кого? Внутреннего доктора. Да, внутреннего доктора. Ну как доктор полечил сам себя, и потом отказался от своих. Ну не бывает. Смотри какой. Очень важный факт какой. Что нужно ли этим оздоровлением потом заниматься дальше? Я думаю, что нужно. Мое мнение, что это профилактическая терапия на всю жизнь нужна. Если такое вот воздействие привело к тому, что диабет исчез, ну вот скажите, вы собираетесь это бросить? Нет. Ну конечно, если он ей выгнал диабет, будет ли она рисковать и бросать вот это оздоровление? Нет. Если она лет N болела, женщина, уже диабет был, никто его не может вылечить, пришла, нашла способ как вылечить, зачем это бросать? Это бросать? Ну не в том смысле, что бросать. Ну вдруг человек переехал в другое место, а там нет NUGABES. NUGABES в 80 странах. В 80 странах уже NUGABES. Хорошо.